Буквально недавно стало известно о том, что на Сейшелах произошла очередная потасовка с участием Маргариты Овсяниковой и Елены Хроминой. Несколько дней спустя Овсяникова выложила на своей странице фото с синяками на шее. Блондинка призналась, что не понимает, что же делает не так и почему должна терпеть эту боль. Марго также добавила, что не может чувствовать себя в безопасности, пока рядом находится такая неадекватная личность, как Лена Хромина. Судя по всему, девчонок раскинут по разным съемочным площадкам. Марина Африкантова и Роман Капаклы прилетели на Сейшелы. Ребята пробудут на островах не менее двух недель. Нынешний состав Сейшельской площадки категорически не устраивает организаторов, которые решили перетянуть с поляны часть рейтинговых героев. Стоит отметить, что Рома и Марина уже прошли детектор, поэтому остальные испытания могут быть организованы и на островах. Телеведущая Ольга Бузова решила прокомментировать свадьбу бывшего мужа. По словам Оли, весь шоу-бизнес смеется над бракосочетанием Тарасова и Костенко. Даже приглашенные гости артисты, которые были на свадьбе, высказались не очень лестно о данном мероприятии. По слухам, рэпер Текила вообще уснул от скуки прямо на столе. Стоит отметить, что это уже третий по счету свадьба Тарасова, а возможно не последняя. Интересная новость с сайта Шлок. Список новых возвращенцев готов? В конце этой недели мы с вами узнаем, кому из бывших участников повезет больше и кто получит шанс остаться на Доме-2, а кому придется снова баранку крутить. Регулярно доставляю участников реалити-шоу из точки А в точку Б. А у Оргов ТНТ Клаб уже новое голосование. В список возвращенцев попали Антон Шоки, Екатерина Кафман, Джозеф Монгале, Ирина Михайловна Донцова, Надежда Соколовская. Сегодня стало известно о том, что Иосиф Аганисян отправляется домой. Парень признался, что очень устал от проекта, поэтому ему просто требуется отдых. По словам Иосифа, дома он намерен познакомиться с той девушкой, которой ему выбрали родители, чтобы по-настоящему понять, нужна ли ему черно. За несколько недель нахождения дома молодой человек хочет разобраться в себе и решить, возвращаться ли обратно на Дом-2 или остаться дома и жить обычной жизнью. Неожиданную новость сообщил бывший участник Андрей Чуев. 29 января Арая Чабаняна выгнали с проекта, и он временно живет в доме у Гобозовых по соседству с Андреем. Причину изгнания Чуев не знает, но полагает, что Саша Шева за Араем не ушла, потому что к Гобозовым он приехал без нее. Сергей Кучеров подарил Юлии Фременковой ювелирное украшение. Они помирились, и теперь в паре снова все хорошо. Мало кто мог подумать, что в конечном итоге Виталий Малышев покинет проект не добровольно, а в результате голосования. Пока непонятно, выбрали кандидатуру Виталия сами телезрители или ему повезло вытянуть черную метку. Однако факт остается фактом. Многие сочли самым слабым звеном именно Виталия Малышева, и он больше не участник проекта. Не успела Катя Зиновьева вымолить прощение за то, что утро встретила в постели Романа Гриценко, как вскрылись новые и еще более шокирующие подробности ее ночного загула. Ни для кого не секрет, что веселый вечер Кати начался в компании Анастасии Болинской в одном из московских ночных клубов. Правда, лишь теперь стало известно о том, что вместе с ними отдыхал и бывший участник Дмитрий Талыбов. Талыбов не только пришел в студию городских квартир, но и рассказал немало интересного о поведении Зиновьевой. По крайней мере, если верить Диме, именно Катя пригласила его в ночной клуб, после чего весь вечер буквально не давала прохода. А в конечном итоге все закончилось страстным поцелуем. Причем инициатором вновь выступила Екатерина. Катя, конечно же, поспешила опровергнуть слова Талыбова, отметив, что никакого поцелуя не было и оставила вранье на совести самого Димы. Ну а видео будущих эфиров вы можете посмотреть на стене в моей группе ВКонтакте. Ссылочка на группу есть в описании. Спасибо за просмотр! Рекомендую предыдущие интересные ролики. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик справа внизу под видео, чтобы не пропустить следующий выпуск.